Добрый вечер! Здравствуйте! Все-таки смогут ли они нам показать что-нибудь интересное на Нюке или здесь будет продолжение того же ужасающего трейда? Ой, ну надеемся, что все-таки нет. Надеемся, что поляки смогут мобилизировать оставшиеся силушки и хотя бы на карте Нюк порадовать нас чередой красивых раундов. Пока что заканчивается сайдпик, датчане деф, поляки будут, как мы видим, нападать. Ну и, кстати, просто пять арморов от Астралис. Вот такое решение. Ребята решили просто перестрелять, а вот Virtus.pro, зная их хитрую натуру, попытаются как-то нас удивить нашифрованным раундом. Ну и, судя по всему, через улицу, да, именно туда полетели два смачка и ребята попытаются разыграть какой-то весьма-весьма любопытный раунд. Правда, начинается он все равно поддастку диктовку, девайс распечатывает уже счет и делает первый килл. Очень-очень неудобной дистанции для глаков. Целую обойму выпустил Нео, но при этом его все-таки умудрился убить датский. Бомбардир, это был Дюприн, но все-таки команда отомстила и это будет доигровка 3 в 3. Да, только хотел сказать, что расскажи это о Тазу и Снаксу, которые из тех же позиций свои киллы нашли. Но они вдвоем там заспамили бедолагу. Миллион патрон. Ну и вот теперь 3 в 3. В принципе, на такой большой карте, как Нюк, это, конечно, преимущество для Virtus.pro. Но вопрос в том, смогут ли четко прочитать позиции своих оппонентов. Тот же Дюприн стоит весьма интересно и может закрыть своих соперников спину. Ну что, идут все-таки под нижний плент Virtus.pro, при этом Таз умудряется все-таки найти Дюпри и это уже заявочка на пистолетный раунд. Посмотрим, сможет ли огрызнуться дуэт Кирбая и Глэйва. Так, ну и ребята решают все-таки врываться на нижний плент. Дверцу бы открыть, смогли нормально. Сноэкс, какая стрельба, все-таки без проблем справился против Глэйва. И вот уже выбивание 1 в 3 для Кирбая выглядит бесперспективным. Амбициозный молодой датчанин против трех монстров мира КС 1.6 и КС GO. Ну, первого может, кстати, закрыть. Это Снэкс, отличный ваншот. Еще двоих. Ну, остались жесткие монстры на самом деле. Тот же Таз на теке играет, у него уже 2 кила есть. Ну и тут позиции просто разгромнейшие для Кирбая. Вот что ты сделаешь, когда здесь стопроцентный перекрестный огонь? Надо пушить, а времени нету. Закрыли прямо перед лицом у Кирбая эти двери. Бомба пищит. Ну и, соответственно, пистолетка все-таки падает в актив команды Virtus.pro. Главное теперь не отдать Force Buy, как это было на трейне. Так, ну да, такое мы уже действительно с вами видели. И при этом Virtus.pro тогда тоже играли за атаку, что примечательно. Ну и вот после плохой атаки на трейне, казалось бы, вот карта нюк просто кошмарная для этой стороны в какой-то мере. Но если ты берешь пистолеточку и два следующих, это уже половина дела за сторону атаки. Но тут, как мы видим, Девайс и его скаут, я хотел сказать, постараются навязать борьбу. Но, как мы видим, моментально минус 80 хп. И вот только Хелпа Дюпри помогает все-таки датчанам как-то оставаться с преимуществом. Ну, на самом деле, уже второй раунд к ряду. Virtus.pro пытаются разыгрывать как-то через улицу. И в целом это свои плоды приносит. К этому Астралиас пытались быть готовы, но это явно у них не до конца хорошо получилось. Опять-таки улица занимается. Несмотря на одну потерю для Virtus.pro, ребята имеют определенные позиционные плюсы. Ох, нельзя, нельзя проигрывать эту ситуацию полякам. Похоже, раунд был и на карте Детрейн. Вновь три калаша, вновь все очень с прицелом на победу. У ВП, ну какая коварная позиция, банально не хватает реакции Глейву. Вот просто не успел среагировать. Вот так тоже иногда бывает, друзья. Но это отсутствие реакции стоит численного перевеса сейчас для Астралиас. Более того, Кирбай смог надомашить одного из соперников. Это был Нелл. У него остается 27 хп. И смог отойти. Ну, кстати, любопытный момент. Сейчас вроде бы и численный перевес. Но вот какие-то такие минусы и могут все зарешать. Кзипник с Дюпри делают 2 кг. 11 игроков это бьяли на одном хп. И он остается последним выжившим. Шоу последний герой, да, мои господа. Но, по-моему, этот последний герой обречен на фиаско. Декорации поменялись, но смысл остался тем же. Вновь последние секунды. Вновь бомба лежит. Вновь отдают форсированный бай Virtus.pro, закупая при этом 3 калаша. Ну, вот почему? Почему наступают на одни и те же грабли? Мне интересно, почему Астралиас не могут ни одной пули не попасть в бьяли. Ну, и теперь-то уж точно надо его закрывать. Пытается бьяли выживать. Ну, и все. Ребята решили побороться за девайсы. Что, в принципе, тоже правильно. 300 долларов наличными сейчас убьяли. Не более за счет сейвов. Но, тем не менее, калашик-то остался на руках. Это дает предпосылы на какие-то ответные форсы, которые сейчас нам пытаются нам показать Virtus.pro. Поляки абсолютно никаких решений не предпринимали. Почему-то на протяжении второго раунда просто толпились на улице. Не занимали плэм, не спускались в тоннели. Пытались где-то все-таки, наверное, отстрелить оппонентов. Но вновь у них это не получилось сделать. Ну, и классное начало. Но потом все идет коту под хвост. А потом все, как всегда в случае с Virtus.pro. По крайней мере, в рамках этого игрового дня действительно как-то так оно и выглядит. Ладно, будем надеяться на то, что развязка будет другой. Я не говорю конкретно за победу польского коллектива, но как минимум борьбу определенно хотелось бы посмотреть. Ну что же, вновь экшен смещается в сторону улицы. Dev Zero. Вот такой никнейм у девайса, наверное. Нужно было об этом сказать пораньше. Но, тем не менее... Но мы это игнорировали. Как будто никто ничего не видит. Да, какое-то количество дэмэджа. Поляки все-таки решили зарашить рампу. Но тут папка к зипникс. Двойное убийство. Но вот, как мы видим, на третьего сил уже не хватило. Но это дает возможность Тазу уцепиться за еще какую-то разыгровку парную. Хотел сказать парную вместе с Нео. Но теперь-то уже Нео нету. Кубски на небесах. А вот Таз, очевидно, здесь уже... Ну, разве что снова сейвить. Я не знаю. Ну, тут опять-таки спорный момент. Нужен ли этот сейв? Принесет ли этот коллаж желаемые результаты? Но, судя по всему, да, именно такой вывод делает польская команда. Все-таки 20 секунд до конца раунда. И в очередной раз Virtus.pro не занимают ключевые точки на карте. Они вроде бы массово давили рампы, но разменялись в минус. И в итоге Таз оказался банально под своим респауном ситуации 1 в 4. Ну, за сейвить он, конечно, попытается. И, в принципе, это у него должно получиться. Кьербай пытается вычислить оппонента. И что? Нет, не успевает все-таки совладать со стрельбой. Наверное, все-таки здесь датский игрок. Ну, и за счет этого коллаж снова остается в руках для Virtus.pro. Правда, от этого не легче. Если честно, как бы у тиммейта фейка. А тебе придется беречь этот коллаж. Я не знаю, лейте его. Как Зеницу Ока. Наверное, не лишним будет напомнить, что именно Таз сейчас является фраг-лидером команды Virtus.pro. Набил 5 фрагов, наверное, как за всю карту Детрейн сейчас. Все-таки на нюке Тазу довольно комфортно. Ну, не зря. Все-таки именные кепки просто так не делаются. Как по мне, значит, чувак должен действительно разыгрывать очень и очень круто. Заготовка вновь под улицу у команды ВП. Делаю стеночку смоков. Девайс дважды промахивается. Ну, вот все-таки, наверное, нужно было отходить. Да, как-то вот Девайса пока на скауте стрельба не особо летит. Вроде бы навики он килы делал на трейне. А вот столь сверхмобильный скоп-девайс, как скаут, пока ему не подвластен. А вот и калаши. Как мы видим, Паша и Таз вроде бы на какую-то секунду оставались 2 в 2. Но, тем не менее, тиммейта забрали. И Паша остается теперь уже соло. Не, ну так-то неплохо тоже, если посудить. Virtus.pro все-таки играет свой экономический раунд. И вот 3 минуса, возможно, даже 4 или взятие раунда. Но это уже скорее оптимизм, нежели сухая реальность. Да еще и бомба установленная, посмотрите-ка. Это определенно очень хороший исход раунда для Virtus.pro. Походу, Гомер в завтрашний день заглянул, потому что до бомбы тут не дойдет. А ведь мог бы пойти. Не прочитал он позиции, наверное, до конца. Непонятно, хватило бы тайминга. Все-таки из вентиляции довольно быстро могут смещаться датчане. Ну и Паша хочет обхитрить оппонента. Но там просто 1а, 2 на б. Банально и легко. В общем, если бомбу и надо было ставить, то, очевидно, 20 секундами ранее. Теперь же у Паши и бицепса, скорее всего, будет трагическая участь. Хотя нет, посмотрите на теки Додавил. Одного из оппонентов. Это был Гуэйв. Ну и вот очень даже неплохо. Малевичи. И вновь появляются Малевичи. По-моему, опять кто-то наушники у нас там тестирует. Потому что я уже такое видел. На опыте, на опыте, Гомер. Да. Читает происходящее в другом помещении. Вот так вот. Ну что же, ладно, Калаши. С одной стороны, с другой стороны, наконец-то АВП появилось в руках девайса. Уж с этим девайсом он должен закрепиться на улице. Ну а поляки пока халдят. Вот я хотел сказать, делают какой-то фаст врыв. Но нет, заняли крышу. Молотов на контрагрессию в районе радио. Ну и какой-то супердым от Снекса будет. Ну, в принципе, нюк он как бы не предусматривает часто агрессивные раунды. Разве что злополучная аркада Аплантакуа, сейчас, сказать, через дверь. Но благо коллективы давно научились ее контрить. Собственно говоря, для этого нужно было выучить один Молотов. И большинство команд с этим справились быстро. Теперь же в моде снова медленные раунды. Какие-то разыгровки через улицу. Но, как мы видим, ВП следует общей мете и пытаются вот разыгрывать аккуратно. Пока что халдили на протяжении всей первой половины раунда поляки. И только сейчас осторожно, поступательно занимают улицу. Обратите внимание, ни одного смока, ни одной флешки нет уже у атаки. Они вновь толком-то ничего и не заняли. Ой, те же грабли действительно сейчас под ногами валяются в Virtus.pro. И, судя по всему, они уже в прыжке непосредственно на них. Но тут стрельба спасает Таза, Снекса. Они буквально вдвоем распечатывают точку и в итоге выигрывают раунд. Вот так вот, без гранат, просто на стрельбе. Вышли и убили поляки. Тут, наверное, стоит уже датчанам призадуматься, а почему же к нам проходят в 9 вообще без инфы. Вот как-то так получилось, что никто Кэт Волк и не смотрел. При этом финансов нет. Моментально отдав один раунд, датчане остаются чуть ли не с 1300 на руках и будут делать экономически. Должны понимать датчане, что все-таки в дефе нужно топить, за каждый раунд бороться. Но финансов нет. Пока все это настолько похоже на карту Трейндж, что аж страшно. Мы, по-моему, там чуточку позже взяли все-таки свой девайс на Virtus.pro. Но в целом, опять-таки, взяли пистолетку, проиграли Форсу, потом девайс на у оппонентов ЭКО. А вот на следующем девайсном уже возникли проблемы. Будем надеяться, что здесь уже сценарии разбегаются, но давайте не будем забегать наперед. Тем более, что Гуэйв уже сейчас вносит какую-то интригу. Не будь он слепым, по ходу постелил бы и второго. Эх, слишком мало интриги, судя по всему, будет у нас по ходу раунда. Под номером 6 все-таки на карте Дейнюк, наверное, повыше ценятся разыгровки в атаке. Тут у них будет уже 3, и там, я думаю, до раунда в 5-6 уже останется рукой подать. Тем более, на улице как-то девайс не справляется. И со скаутом, и с АВП не видно каких-то супермоментов. Контроля улицы действительно не хватает. Вспоминая там, как тот же Ангел контролит улицу, действительно, ну, очень по-разному выглядят эти моменты. А здесь пока, ну, 3-3, да, действительно, это будет временная ничья. Возможно, кстати, какие-то даже девайсы попытаются подстрелить, но, по-моему, Virtus.pro идут друг за другом, и, соответственно, даже если Таза похоронят, далее уже подключатся тиммейты. Префайр. Да, выходу с уверенным префайром. Девайс отвечает двумя фрагами, тримя фрагами, четвертый будет или нет? Вот это, да, чуть-чуть не хватило. 4 хп. Действительно, всего-то 4 хп осталось. Ой, как же это было близко, но, тем не менее, не получилось подсейвить девайс. А тут, кстати, уже вот в мировозбежности. Экономика настолько плоха, что приходится играть сдвоенное эко. Ну да, по 1300, по 1400 было в прошлом раунде. Удачан сейчас они могут себе позволить диглы, но только Дюпри прикупил к нему еще легкий армор. Энтри килл от Паши, наконец-то появляется уверенность, появляются ранние энтри фраги уже и от польской команды. Но ее, скорее всего, продавит радио, хотя нет, тут все, убежали, убежали Астралис. Не рискуют дальше воевать, на самом деле, Virtus.pro. Здесь, наверное, в какой-то мере буквально в пиксельно дамажили Дюпри и после чего просто забрали в спину. Ну, серия разгромных минусов, которая, конечно, уже увенчается выходом Virtus.pro вперед. И вот счет 4-3 уже выглядит не настолько разгромным, как нам оказалось там после того же проигранного Форса. Да, довольно редко мы видим все-таки качели по раундам на карте Дэйнюк. Зачастую тут все-таки первым номером играет оборона. Датчане выиграли Форс, но помаленьку, потихоньку обеспечивают достойный камбэк игроки под тегом Virtus.pro. Ну и вот теперь карта на руках у датчан. Как они будут контролить улицу? Именно это станет ключевым моментом этого девайсного. Девайсного ценой в жизнь просто для Астралис. Ну, мне кажется, очередной раз, когда речь идет о команде Астралис, девайсный раунд в плане того, что все надежды возлагаются именно на девайса. Весьма вероятно, что опять будет какая-то небольшая разыгровка через улицу. И если снова здесь не будет справляться девайс, то тогда действительно вероятнее всего Virtus.pro начнут нестись уже очень и очень быстро какой-то доминацией в атаке на нюке. Астралис, по идее, могут помочь девайсу, там те же хаешки на ранних таймингах откинуть на улицу, отправить второго по Кэтволку. Но, в принципе, как Virtus.pro пока никак не открываются на улицу, так и датчане занимают весьма консервативные позиции. Но все-таки теперь их там двое. Обратите внимание, это мейн, это спуск. То есть точка уже другая. Как бы ребята проводят работу над ошибками, грубо говоря, понимая, что раз за разом есть определенные трудности, решают сменить позиционочку. А вплоть до такой вот агрессивной позиции кирба, которая уже была наказана тазом. Парень определенно что-то знает про этот Counter-Strike. За его-то уже сколько? Наверное, лет 13-15 в карьере киберспортивной. 12 лет в Аркаде. Все нормально. Все работает. Кстати, девайс параллельным курсом отвечает великолепным разменам. И не воспользовались энтрики лоб в ВП. Вот как стояли, так и стояли. А теперь уже поздно. Теперь действительно уже будет слишком поздно. Хорошие позиции для команды Astralis обеспечивают им приемку оппонентов. И вся надежда возлагается только на Snakes. А то справляется с двумя оппонентами. Но девайс, ничего не боясь, просто вырывается из вентилей, словно зверь. Был бы штык-нож, наверное, вонзил бы он спину все-таки его Snakes. А так просто потушил в упор Савика. Где-то не хватает ситуативного принятия решений. Virtus.pro и на трейне, и на карте Denuk. В какой-то момент времени они были в большинстве удачан. Началась минимальная паника. Смена позиций, но минус у девайса, минус еще по другой части карты. И вот уже раунд 5 в 3 превращается 3 в 4. Так оно и есть. А вот здесь уже интересно. Говорил я о том, что научились команды контрить фаст-врывы на оппонент. Но, видимо, я очень сильно заблуждался. Потому что Virtus.pro как к себе домой зашли, поставили бомбу. Теперь задача не дать ее разминировать. А это, оказывается, сложнее, чем бы могло показаться. Ну и один в один для Neo против Gzipnik. Правда, вот у дачанина практически нету хп. Neo классный выбор позиционки. Залетает минус. Очень близкий раунд. Ну, на самом деле, даблкил из UMP-шки Глейва заставил, наверное, где-то понервничать. Фанатов польского Counter-Strike. Но, тем не менее, это пятый раунд в атаке. Это вновь ужасная экономика для команды из Дании. Ну и, в принципе, в отличие от карты The Train, тут хоть и идут качели, но оборачиваясь на выбор стороны, все хорошо для Паши Бицепса и его банды. Ребята спокойно уже могут семимильными шагами двигаться навстречу шестому раунду, потому что за счет как раз взятых этих ключевых, которые, казалось бы, они начали набирать попозже, ну, в более такой средней стадии этого матча, этой половины, они могут там как-то напрягать экономически, выигрывать раунды за счет денег. Главное теперь не проигрывать в досадных каких-то моментах. Ну и вроде как пока никаких предпосылов на это-то и нет. Уэйв попытался сделать красивый энтри, но не получилось. А вот у Девайса, тем не менее, с разменом все задалось. Да, спалил свой Дигл, дал минус, кстати, уже не в первый раз по скале. Паша Бицепс хладнокровно разменивает. Ну вот на мэне не доигрывают поляки, их тут постоянно напрягает Дюпри. При этом Дюпри еще умудряется вышить на какое-то время. А будь рядом Хелпа, вероятно, там бы уже похоронили ребят. Но Хелпа перетягивается только сейчас. Да и то со спины для поляков Кирбай немного под напряг с мэйном. Ну и теперь оказывает позиционное давление, в первую очередь, на своих оппонентов. Зипникс на выпаде делает килл. И вот уже один на один. Очень грамотное решение Снэкса. Моментально дропается под нижнюю базу. Будет установка бомбы, но, конечно, взятие раунда это еще не гарантирует. Это клатч один в один. Так, Снэкс, ну, слышал весь расклад, абсолютно все прекрасно понял. Сейчас поляк теперь занял максимально непредсказуемую точку, которую Кирбай, скорее всего, ждать не будет. Даже если он вернется в вентиля, ожидать лестницу будет абсурдным. Крайне тяжелые, на самом деле, раунды для ВП. Это, напоминаю, форсированная закупка у обороны. Выход с префайером. Снэкс. Там дефьюз все это время, я надеюсь? Нет. И там дефьюза нету, и нету китов. Кирбай делает килл, и что, дефьюзить успевает? Вот это поворот. А какая-то минимальная пауза была у Снэкса, по-моему, у него... Да ладно? Лол. Буквально пару секунд. Вот тебе минимальная пауза, которую выдержал Снэкс театральная. На самом деле, которая и позволила. Но это был форсбай, и еле-еле его выиграли в ВП. Вот прям еле-еле. Выпрыгнул, и только отсутствие китов на самом деле спасает атаку. Ой, в который раз вспоминается народная пословица про дефьюз киты. Но что тут поделаешь? Все-таки на форсе покупать киты... Но это очень редкая картина, по крайней мере. Ну да, обычно или киты, или армор. Вот такой вот выбор. Ну или вообще брать киты и бегать с успом. Тем временем, энтрикил обеспечивает Паша Бицепс. Помаленьку-потихоньку начинают нащупывать свою игру на улице поляки. Ну а вот датчане вроде бы уже и Глейва в аркаду запускали. И у Девайса как-то где-то начинает получаться стреливать по ходу аутсайда. Но это все лебединая песня, как мы видим. Ой-ой-ой, как так-то? На охоту выдвинулись поляки? По-моему, Девайс жаждет крови. Его хватило уже на трипл-кил. Но пока действительно многих оппонентов закрыл Зипникс. Если повезет с таймингом, то это похороны для Паши Бицепса. Какая жесть. Ну и просто изи-минус сейчас. Таз остается один против двоих. Зипникс ухватился за Девайс. Смог спастись. И вот теперь ему надо отыгрывать уже звено вместе с тиммейтом. Более того, от выпавшей бомбы. Так. Казнил очень нужного игрока к Зипниксу, которого было намного больше здоровья, чем у Девайса. При этом Таз обладает запоздалой инфой. Знает, где бомба. И как он сейчас подловил Девайса. Вот это характер. Виктор Войтас действительно переграл своего оппонента в первую очередь за счет каких-то таких грамотных позиционных действий. Казалось бы, нелогичных в какой-то мере. Потому что бомба далеко, времени не так-то и много. Но как раз за счет этого и сложилось сложное представление у Девайса о ситуации о том, что Таз попытается выхватить пакет. Но опять-таки, а почему бомба там была? Потому что они побежали за фрагами. Банально просто объявили Safari Virtus.pro. И вновь какое-то чудо спасает. Там не успел задифьюзить. Тут два в одного слились. Но тем не менее, счет на табло. 7-4. Три раунда отделяет одну команду от другой. У Дачан очередной закуп, как мы видим. Вновь с АВП. Ну и если не сейчас, то уже, наверное, будет комбетчить поздновато. Действительно, значит, весьма редко мы видим подобный счет. Обычно как-то нет такой жесткой доминации за атаку. Есть иногда борьба. А, но здесь как бы все эти четыре раунда команды Astralis, это в первую очередь заслуги какого-то вот старта, половины. Это взятого форса, взятого девайсного раунда. А с тех пор мы ничего-то толком от них и не видим. Уже сейв. Вот просто уже сейв. Очень грамотно сместили свой вектор атаки сейчас Virtus.pro. Прекрасно понимает, что у них получается выход на улицу, что, скорее всего, Дачане будут работать в этом направлении. Занимают рампы, ставят. Почему-то все еще не ставят. Но почему вот не ставили? Вот за то все время, которое не ставили бомбу, пытались вычислить Гуэйва, ребята внезапно подарили Дачанам шанс на выбивание. АВП сейвило. Все это время на респауне сидел девайс, пока они не ставили бомбу. А действительно, будь девайс поближе или, в принципе, другой игрок с другим огнестрелом на руках, вероятно, ребята бы еще могли попытаться. Когда такие два халявных минуса залетают, есть о чем призадуматься. Ну что же, восьмерка. С болью, с потом, с гигантскими потерями. Но, тем не менее, игра говорит сама за себя. Двойное преимущество в атаке за слабую сторону на карте Денюк все-таки завоевывает команда Virtus.pro. И после разгрома на трейне, после тотального фиаско, парни все-таки реабилитировались и имеют реальные шансы, на самом-то деле, на победу. Ой, не знаю, трейн был действительно отвратительный от Virtus.pro. Их атака невнятная, какая-то беззубость в действиях, отсутствие каких-то идей на выход. Сейчас ВП просто играют в свою игру. Это им позволяют делать, и это работает. Ну, как бы заявочка уже на какой-то немного разгромный счет в первой половине. Но посмотрим, конечно, за действиями от Датчан, которые, понятное дело, пытаются подстраиваться. Это видно в их мувах, в позициях, которые они занимают. Но, тем не менее, это не особо получается. Ну что, следим за развитием событий. Если Датчанам удастся выиграть второй пистолетный раунд и хотя бы что-то набрать под занавес первой половины, то, возможно, ожидает камбэк. Ну, а с вами в противном случае ВП могут вообще додавить и сделать счетом 16-5. Я просто увидел только что в новостях новую эмблему Gambit Gaming. Да, я видел на фотке DreamHack сцены. Еще утром не поверил, а потом оказалось... Жестко. Что пацаны ребрендинг сделали. По-моему, пора затариваться стикерами, друзья. Так, ну а пока, по-моему, сейчас можно уже думать о затаривании стикерами Астралис. Потому что ребята молодцы. А, по крайней мере, в рамках этого раунда смогли все-таки перестрелять своих соперников и взять для себя пятый раунд. А там, кстати, за счет тех напрягов на форсах, на экономических, у Virtus.pro уже нет денег. Ну вот сейчас очень важное решение. Конечно, идеальной ситуацией было бы купить какие-то теки, арморы. Но команда Virtus.pro решает потратить. Все свои кровно заработанные доллары, приобрести два калаша, тег, дигл, ну и нео будет с P250. Разбираться при этом есть все-таки какое-то количество гранат. Ну и тут важность энтрикила возрастает в разы, конечно же. Ну, мне кажется, здесь действительно такое количество гранат может подарить какой-то интересный исход раунда. Можно где-то как-то поднапрячь оппонентов, удивить какими там интересными выпадами. Ну и главное вот спиться за девайсы. Тут как бы двух калашей вполне может хватить. Мы не так часто видим какие-то раунды, в которых открываются одновременно. Там четыре игрока, например, и всех перестреливают. Обычно все-таки есть открывающий счет игроки. Тут такая креативная позиция была у Xipnix. Весьма нестандартная точка. Он все-таки немного остановил эту аркаду. Но ТАС просто волосы назад продавил позицию девятки. ТАС волосы назад, говоришь? Любопытный комментарий касательно имена этого игрока. Знаешь, стратегия Virtus.pro на рампах была всех не убьет. Вот 30 патрон оказалось слишком мало. Надо было по 90 брать. Иначе бы просто все закончилось таким образом. Но 3 в 3. Тем не менее, вроде бы рампы пробили. А что дальше? ТАС ушел вообще под респаун с ВП. Тут, как мы видим, одинокий с Next погибает. Вот в средней стадии раунда основные проблемы у поляков. Они или толпой давят пленты все хорошо, или вот начинаются какие-то непонятные телодвижения. Опять, пока действовали агрессивно, все вроде бы работало. И тут только попытались перестроиться под холдовые раунды. Ребята уже отдают шестой своим соперникам. При этом проигрывая 2 из 2 перестрелок под завесу раунда. Последний раунд первой половины, на которую у Virtus.pro абсолютно не остается денег. И это как бы намекает на то, что разрыв будет все-таки минимальным. А значит, что вторая половина будет затяжной, интригующей и действительно непредсказуемой. Но это теоретически. На самом деле ВП могут взять пистолетный раунд в дефе и потом не отпустить. Все-таки карта к этому располагает. Ну а у нас быстрый выход через скрип. Как мы видим, минус 2, минус 3. Тут, по-моему, уже все понятно. Два редовых в стане Virtus.pro остаются. Ну и по итогу размена Neo 1. Его уже с винты напрягают. Кирбай последний минус делает. Все-таки спустя миллион патрон из дегла он смог додавить Neo. И вывел все на 8-7. Ожидаемый счет по итогу, который мы с вами обсуждали, друзья. И теперь в ожидании, конечно, пистолетного раунда. Интересно посмотреть за датской атакой. Не так давно у них поменялся ингейм-лидер. И, возможно, это как-то повлияет на саму манеру игры. Астралис на этой карте. Очень многое будет зависеть именно от этого пистолетного раунда. Если датчане в нем уступают, то ВП могут вполне преодолеть планку уже и в 10 раундов. Если, конечно, не дадут свой любимый форс тем же датчанам. Как это было неоднократно уже. Любимый на самом деле нет, да, конечно, в случае с ВП. Вот какова вероятность того, что на двух пистолетках в атаке из двух такое произойдет? Ну и, конечно, в последующем раунде. Ну да ладно. В Virtus.pro пока играют достаточно аккуратно. В принципе, у них нет никаких таких необычных закупок. В целом только Neo играет на смачке и дефюз китах. Остальные тиммейты на легких арморах. Ну, Астралис зеркальная ситуация, там Гуэйв отвечает за раскидку. Можем, наверное, пока подчеркнуть все-таки разницу в закупках. Если датчане приобретали пять легких арморов, то все-таки в Virtus.pro позаботились о дефюз китах. И где-то, наверное, в голове планируют раунд до самого конца доигрыва, дефюзить и сжать уже на дистанции. То есть делать ретейки и так далее. Ну, посмотрим, так это или нет. Отличный тайминг для себя ловит один из игроков защиты, который прожимал лево. Но я, честно говоря, не успел обратить внимание, кто это. Может теперь позакрывать спину. Таз пока находится на крыше. И, в принципе, на один кило хватило. Далее Бьяли уже ассистю делает еще несколько минусов. Но я в спине. И это план Капкан, который сработал в Virtus.pro. Очень четко сейчас оборонялись под верхним плентом. Закрытые позиции, наверное, подрасслабили датчан. Они вроде бы толпой забежали в А, но начинает топить таз, на него отвлекаются. Парень сверху, там уже хелпующий. И в итоге зашли вроде бы все вместе, но погибли по одному. Ну, это позволяет Virtus.pro постепенно нарабатывать преимущество. Если, конечно, не пройдет какой-то очередной мега-раунд, тогда это можно назвать, я не знаю даже как. Какая-то карма Virtus.pro была поддельная, которая только на них распространяется. Кстати, весьма интересно. Занимают улицу, я бы даже сказал, не занимают, а посматривают улицу Virtus.pro. То есть один игрок в упоре, второй с девятки. Ну и, кстати, это работает. Снэкс дает entry kill по Глэйву. Кзипникс отчаянно пытается разменяться, понимая, что нанес дэмэдж, давит до последнего. Но Паша бицепс включает турбо-режим и убегает, мы видим, на нижний плент. Ну, все-таки смог спастись на какое-то время, но на вилке его нашли. Подбирают его Фамас, насколько я помню, у него там лежал. Ну, по крайней мере, должны были подобрать. Гамас с опережением комментирует. Ну, так и должны. Подбирают его Фамас, и парень с тейком просто дальше идет. А почему никто не заубивается? Тайминги, тайминги, тайминги. Фастиком. Бежим, стреляем. Ну, по-моему, сейчас бежим, стреляем. Может, кстати, в итоге на перестрелках-то и аукнуться, но у Таза стрельба не летит абсолютно. Снекс последний вылетает на префайре, получает плюху, да, друзья? Это очередная взятая пистолетка от Virtus.pro. Я не знаю, почему. Просто третий уже они Форсбай дают за эти две карты. Постоянно. Одной, четвертый, я не знаю, одной тоже. Берут пистолетку. Очень важную пистолетку. Вроде бы серьезно закупаются. Были Фамасы, была инфа. Но почему-то датская магия в деле, и это победа в рамках Форсбая. Как? Почему? Зачем? Что вообще происходит в этом контр-страйке? Ой, в случае с Астралис, конечно, как-то, знаешь, пистолетку можешь и не брать, но вот Форс ты взять обязан. Что называется, ребята, действительно, раз за разом это нам показывают. Это, конечно, здорово, но, черт возьми, насколько же странно. Да, вновь нужно потеть, вновь нужно прыгать выше своей головы команде Virtus.pro. Сейчас у них Форсбай. В случае неудачи Эко, если не два. Ну, а вот у Дачан вновь все получается. Если еще и Глэйв плюс Девайс нафармят, это будет вообще джекпот. Ну, определенно, при таком-то раскладе с пистолетного это можно считать джекпотом. Ну и вот он Девайс с его фармганом. Понесся вперед, уже задавил двоих оппонентов. Таз находится в спине, запалился. Вот Килан идти так и не смог. Ну, это все приводит, конечно, к плачевной ситуации для Virtus.pro. Они отдают временную нищу своим оппонентам. Вопрос только в том еще, насколько сильным на экономике здесь поднимутся Астралис. Или все-таки нет? Ну, видимо, интриги никакой не будет. Объяли последний. Кстати, у него 75 процентов армора. Возможно, стоит где-то призадуматься все-таки о сейве ЦЗшки и брони. Но, кстати, его ищут, да? Ищут, но не находят. Глэйв дает минус, но тут же размен. Поступает от дядюшки Дюпри. Счет становится 9-9. Паритет по взятым раундам восстановлен. Ну и, как мы видим, только у Снекса есть какие-то более-менее адекватные финансы. Оставшиеся четыре поляка имеют в своем распоряжении только порядка двух тысяч. Воу, Снекс, братишка. Что ж-то? Ну, это будет неожиданно. Но если он не убьет хотя бы двоих на старте, вот бам-бам, то все. Сейчас бы за экономикой тиммейтов не следить. Так это специально. Опа, не будет бам-бам. И ушел. Просто датчанин говорит AVP Street и убегает. Ребята, говори, что-то здесь не так. Я, конечно, мало понимаю в экономических раундах, но, по-моему, это не он. Снекс пытается играть сверхмобильно. Понимает, что его АВП является ключевым вообще в этом раунде. И только он может делать игру. Как датчани красиво действуют. Они понимают, что у них-то есть смачки. Мы можем просто отрезать улицу. Даже если Снекс продолжит стоять с АВП, мы просто пробежим мимо этой точки. Но, правда, не пошли. Это какой-то фейк. Майнгеймс. И Снекс ушел. И на стрите никого нет. Все друг друга пытаются переиграть. Но за кем в итоге будет лидерство? Все-таки идут как раз именно на Снекс. У того уже сколько? Четвертый промах к ряду. Опять-таки, Астралис понимает, где западня и просто перетягивается под аплент. Там есть Таз, но Таза там больше нет. Ну и все. Это, по ходу, дело. Да, конец раунда. Снекс будет сейвить. Ну и, вероятнее всего, его попытаются вычислить. Ой-ой-ой-ой. Палево. Давно пора было сваливать Тазу. Ой, господи, Снексу. Ну, куда уже на респаун не уйдешь? В девятки давят, по-моему. Дело пахнет керосином для Снекса. Да, и его АВП. Но пытаются спастись. Ай-яй-яй. Ну, задавят, по-моему, слишком жестко. Со всех сторон. Шоу выживший для Снекса. Все-таки заканчивается плохо. Он погибает. АВИК не засейвит. Ну и вот она, мега-закупка, которая принесла один килл, и то при попытке сейва. Ох, ну, заставил знатно побегать, на самом деле, Датчан из-под одной позиции в другую. Но все-таки раунд упал в копилку Астрали. Снекс вынужден отыгрывать с 5-7 эту ситуацию. Ну и, кстати, инициатива в руках вновь у Датчан. ВП вроде бы камбэчили, вроде бы перевернули. 8 в атаке взяли, но счет на табло. Но кто больше? Крикнули у нас сейчас Астралис и действительно пытаются оформить такой, хоть и небольшой, казалось бы, при таком счете, но важный камбэк. Ну вот, современные тенденции показывают о том, что все больше и больше раундов берется за атаку. Ну да, команды потихонечку нащупывают свою манеру игры, подстраиваются по действиям соперников. Ну и да, вот, наверное, одни из первых Дигнитов начали очень здорово атаковать. И вот теперь уже все больше и больше пополняется список атакующих команд на Нюке. Кстати, на Дигнитас на Нюке мы как раз скоро посмотрим, друзья. Это следующая карта, следующий матч, который будет, следующие два матча, которые будут Дигнитас на Нюке. Но это будет чуточку попозже. По-моему, этот матч рано сворачивать. Да, тяжело, тяжело. Ну что же, Паша Бицепс и его сайлент-эмочка обеспечивают команду все-таки разменом. Ситуация 4 в 4. Тут, как мы видим, есть еще и укрепление в виде таза. Ну и что, пошли давить. Интересно. ВП могут успеть на самом деле обойти в спину. Так, ну уже заболелся из-за вентиля. Сейчас в Яле его наказали. Таз находится в спине. Ну, тут, конечно, братишка, извини, но дуло видно. 2 в 2. При этом недолго было. Паша Бицепс нашел свой киев. Теперь Кирбай остается один против двоих на револде. Должен примерно понимать, где находится его оппонент. Но все еще патовая ситуация. Таз, ну, может. А времени нет. Бомба лежит. Таз прекрасно понимает, что будет делать Кирбай. Идти за плентом. Это хэдшот. Ну, это просто батя. Просто Таз 13 лет в КС. В который раз уже Таз разыгрывает ситуацию. На опыте. Да, действительно, все четко. Максимально грамотное чтение действия оппонента. Приносят все-таки еще одну временную ничью. Астралис не смогли выйти вперед в полной мере. И теперь раунд за два. При этом как для тех, так и для других. Обратите внимание на экономику Virtus.pro. Они хоть раунд и выиграли, но там, конечно, все очень и очень негладко. На фоне тех же Астралис. Ну, а возможно, будут качели и во второй половине. Хотя Снекс и Паша Бицепс эта парочка не соглашается с моим утверждением. Зипникс все-таки пробил рампы. Дал размен дюпри. Возвращается за бомбой. И да, никто его тут, конечно, не арканит. Это было бы, наверное, излишним уже. Так, Зипникс проходит уже под вилку. Ищет оппонентов, но пока никого не видит. Перестрелка Кербая против Снекса увенчалась успехом для датчанина. Он все-таки смог перестрелять. Далее перестраивается по ДЛ, справляется еще и с ним. Отличная стрельба. Правда, 7 хп осталось. Ой, там, наверное, седьмой пот уже в Virtus.pro. На самом-то деле очень сильно их напрягают датчани. Но вот удастся ли в итоге победить? Да, скажем, цене или все-таки додавят? Те самые Virtus.pro. Отличный тайминг. Что-то Кербай вообще загулял. Ну, тут еще один отличный тайминг. Непонятно было для кого до последнего момента, правда. Ну, реакция, реакция не подвела к Зипниксу. Один процент здоровья. Тут где-то повезло, где-то среагировал. Ну, везет сильнейшим. Будет бомба. Ну и что? Снова ТАС. Снова отец польского Counter-Strike. Да и КСа в целом, наверное, будет разыгрывать Куаш для себя. Но, правда, здесь 1 в 2 и с хорошими точками. Для Астралис. Бомба стоит вот прям по центру Б. И куда смотреть? Чего чекать? Непонятно. Аквариум пустой. Кстати, может сейчас убить Кзипникса. Да, вот он контакт. Ну и теперь ищи ветра в поле. Где Дюпри? Дюпри может быть абсолютно везде. Дюпри, ТАС. Спалился, спалился. Дюпри, ТАС выходит. Ну вот, наверное, зря прям прыгал в это окно. Жадный до минусов ТАС какой-то. Хочет еще один кулач за нюк. Взять для себя уже третий. Но, тем не менее, не получилось. Датчане выходят вперед. И, более того, захватывают экономическое преимущество. Которое, по идее, должно обеспечивать ими 12-й раунд тоже. По-моему, даже и 13-й. 1400 всего лишь на руках у Львиной части игроков команды Virtus.pro. Есть всего лишь один Смоукс из Эшка Дигл в распоряжении польских мишек, чтобы попытаться перевернуть сложившуюся ситуацию. На карте Денюк в противном случае уже в такое приличное преимущество могут выйти датчане. Ой, как бы не в победное преимущество по итогу. Потому что, действительно, у ВП пока проблемы в дефензе возникают. Где-то вот Астралис то на стрельбе, то на индивидуальном понимании, то на каких-то микроситуациях. Но, так или иначе, раз за разом тачат. Вот, интересный врыв сейчас от Таза. Отличный тайминг. Уже понимал девайс, что это Габеллы пытался убежать. Молотов себе под ноги. По-моему, пришло время взять экономически, наконец-то, и полякам. Но смогут ли? В принципе, есть два девайса. Это уже неплохо. Но Кирбай и Клэйв попытаются под них не подставляться. Это, конечно, очевидное для них решение. Но еще угадать. Где находятся соперники. Ну, Клэйв побоялся все-таки открываться под позицию Бьяли. А вот Бьялый со своим Амиком на ходе все-таки датского капитана. Кто более уверен в себе, тот и молодец. В этом раунде Кирбай последний. Ну, это тир. Это просто тир. Раунд имени Бьяли. Великолепная работа. Подобрал Амик. Сделал два фрага. И теперь уже у Астралис по тысяче денег. Вот это поворот. Даже переворот скорее, чем поворот, друзья. Потому что действительно ВП. Ну, вот снова ТАСС. В который раз мы его отмечаем. Это его воля к победе. Жажда крови, возможно, какая-то позволила зацепиться. Смогли продавить оппонентов. И вот очередная временная ничья. И более того, теперь уж точно ничего не ясно. Как закончится этот нюк. Тем более, что у Астралис там форс. Форс. Ну, а рискуют. Рискуют датчане. Один калашик. Минимальное количество прокида. И тег найна на руках у террористов. Пока что стоят. Ну, тут будет только, наверное, одна попытка врыва. Нужно только выбрать правильный вектор атаки. Ну, пока вроде как думают еще под Снэкс открыться. И тот не прощает. Сразу делает минус по Гуэйву. Несмотря на дым. Четко навелся по своему оппоненту. Ну, там самый вот пол треть секундочки дым открывается. Снэкс переводит. Это действительно очень красивый момент от польского снайпера. Наконец-то разогрелись, разогнались в Virtus.pro. Ну, пытается Хербай все-таки успокоить своих оппонентов. Не дать им разогнаться в полной мере. Один килл нашел. Далее. Тюпри. Какой хедшот. Только что он повесил в полное. Это не прощается. Снэкс находит уже второй для себя килл. Бьяли. Агрессивная позиция. И к зипникс не был к ней готов. И три в два в итоге. Ну, вот такие какие-то одинокие минусы друг с другом на позиционке. На хорошем аиме. Но в целом полноценного раунда, как и о тех, так и о других, мы толком-то и не увидели. Ну, тачане поставили бомбу. Это уже заявочка. Придется полякам идти к ним в западню. Тут, по-моему, эко. Просто форсбай. Все сводится к жесткому клач раунду. К жесткой доигровке уже на нервах. Ой-ой-ой. Хербай одного забрал. Второму оставил 20 хп. Играет против двоих рядовых оппонентов. Да, его позиция известна. Но, тем не менее... Ну, погнали. 21 на двоих. Снэкс дает. И его просто... Ну, не сказать, подставляется. Ему дают по щам. Бьяли. Выход судьбы. А тут никого. Все как грамотно. Молодой и грамотный Кербай. Переиграл. При этом действительно по-отцовски. Ответил за все клачи. Таза, по-моему, только что разом. Ой-ой-ой. А это форс, который заролял для Астралис. И вот ребята только взяли эко. И теперь проиграли одному Кавашу. По факту, в руках у молодого датского игрока. Да, квадрокилл. При этом вытащил тяжелейший клач. Да, была бомба. Да, была хорошая позиция. Но разыграл идеально Кербай. Вот прям все так, как нужно. Ну и эко у одних, эко у других. Снова эко у Virtus.pro. Это топор. Просто топор на... Бежим и убиваем. Но, знаешь, простота это не всегда плохо. В случае с Астралис. Понимали, что не будет того же таймингового Молотова. Не смогут как-то удивить. Максимум, на что могут нарваться, так это на укрепление. Да и то не так страшно при наличии нормальных девайсов и хороших гранат. Что нам и показывает Астралис. Собственно говоря, ребята выходят все-таки на 13-й. И тем самым не дают совершить этот переворот, который мы так реально обсуждали. Да, камбэк на камбэке. И камбэком погоняет на самом-то деле. Борьба упорная. 8-7. Первая половина. 12-11. Сейчас еще одно табло. Ну и вновь потихонечку инициативу перехватывают. Астралис. Задавили последнего. Глейв ставит точку в раунде, уничтожив последнего польского медведя. Что по деньгам будет? Будет бай. Не все плохо. Ну, понятное дело будет. Там же эко. Там у ребят все. Сейчас четко рассчитано. Бухгалтерия. Они рассчитывают на какие-то там мега-манцы до последнего. Да, суперплотный счет. Миллион овертаймов. И это только на первом нюке из троих. Действительно, Virtus.pro. Но, правда, гранат мало. И нету китов. Главное, чтобы была стрельба. Все остальное не важно. Стоишь на позиции, датчане приходят, ты их убиваешь. Все, модель победки есть. Давайте смотреть, что из этого получится. А пока довольно такой средний темп игры выбирают Астралис. В упор подошли к ключевым точкам, но не штурмуют оборонительные редуты ВП. Дальше воевать не рискуют. По крайней мере, пока что. Сейчас ребята действительно играют на более строгий холд. И какой-то... Пытаются задушить то, что называется. Уже заняли мейн. Выходят через скрипт. И теперь готовятся давить таза. Правда, по-моему, таз так легко не сдаться. Как хотелось бы датчанам. Просто дает килл и отходит назад. Дым в мейне поломал все планы, по-моему, на раунд команды Астралис. Дверь вышла. Парни в мейне все еще ждут смоков. Но в итоге размен один в один. И за счет все-таки занятой улицы можно перестроить план на игру. Главное сделать это достаточно быстро. Потому что пока что ребята только смещаются. Не думаю, что делать. Но посмотрите на позицию Кирбая. Тот уже прошел девятку. И готовится закрывать в спину. Ну, такое обычно очень сильно наказывается. Если пропускать таких оппонентов. Главное, чтобы смог реализовать позицию. Паша Бицепс, кстати, играет на подсадке. В принципе, ну, ее часто берут. Даже не знаю, станет ли она таким сюрпризом прямо. Ну, зато Тазни меняет позицию. Делает еще один минус. Глейв отвечает. И вот он врыв на девяточку. Все-таки классно разменялись Астралис. Не в последнюю очередь благодаря именно проходу в девять. Снекс. Одна из ключевых позиций была занята. Но, тем не менее, Снекс возвращает интригу на это выбивание. Паша Бицепс еще и справляется с цыпниксом. И все, казалось бы, было на руках у Астралис. Ситуация 3 в 2. Как молниеносно летят в пилы со стороны польского коллектива. И теперь это уже снова клатч для Кирбая. Он один против двоих. Там дефюс без китов. Он задефит сейчас. Слишком медленно идет Кирбай. Последние секунды. Это клатч раунд. Да ладно. А сколько там было до дефа? Увы, не знаем мы этого. Ну, буквально 2 секунды там. Уже все. Алло, Гейбану звонить. Ну, лол. 14-11. И еще один квадрокилл для Кирбая. Еще один клатч. Еще один клатч против большинства. Просто на миллион процентов сейчас отыгрывает этот молодой датский игрок. Ох, тянет за собой команду Кирбая. Уже все. Уже вот эти два раунда они проигрывают. Плохая экономика. ВП додавили бы. Но нет. Теперь, как мы видим, ЦЗшки. А там 15-й. А ЦЗшки без арморов. А там 15-й. А там камбетчить уже некогда. Надо браться за экономически. Но и этого не позволяет сейчас делать Астралис 3. Минуса уже есть. Четвертый тоже не заставил себя долго ждать. Последний Снекс, конечно, уже ветра не сделал бы. 15-11. Четыре матч-поинта. Неужели все-таки 2-0 за Астралис? Заиграл Кирбая. Вот, по-моему, ради таких моментов его и брали в команду. Вот, молодой, горячий датчанин при этом настолько классно разыгрывает клач-раунды. Никакого мандража, никаких панических действий. Все здорово, красиво. 15-11. Но есть еще шанс выйти на дополнительные раунды. Ну, на тему Кирбая, в принципе, феномен. Вот, действительно, обычно молодые игроки славятся шикарным аимом. Каким-то там невероятной реакцией, еще чему-то. Но далеко не таким пониманием и таким действием, но Дивайс каким-то чудом делает 2 кило. Далее еще и Кирбай находит Пашу Бицепса. И потихонечку можно приспускать польские флаги, потому что, по-моему, у Virtus.pro назревает сегодня плохой денек. Да, кстати, это последний матч, последняя карта для них в онлайн-части второго сезона ИЦС. Десятое, по ходу дела, поражение. Не за горами, если, конечно, старина ТАСС вновь не спасет свою команду. Ну, у него есть пару бьяли. Может быть, как-то и разыграют. Аквариум. Ага, теперь остаются единственные позиции. И как бы ты тут ни действовал, перекрестный огонь поставит крест на действиях белого. И это, действительно, 16-11. Австралий содержит победу. И на карте Нюк тоже. Отличная атака, как у Virtus.pro, так и у Астралис. Наверное, это нужно лишний раз подчеркнуть. В отличие от, наверное, привычных счетов, там, 12-3, 14-1, возможно, привычные счета. Мы этого не увидели. Мы увидели 8 в атаке от ВП. Мы увидели 9 в атаке от Астралис. То есть, действительно, классный КС. Действительно, все было здорово. Ну, потихонечку, как-то вот манера Нюка, его мета общая меняется. И потихонечку эти цифры сглаживаются. Говорили на старте о том, что карта до сих пор имбалансная. Но вот по таким матчам и не скажешь. У нас будет возможность подтвердиться или опровергнуть это с вами, друзья, еще неоднократно. Еще две карты Нюк впереди. Обе пройдут между пятеркой из Дигнитас и все теми же G2 из Порс. Буквально минимальный перерыв. И мы уже вернемся на последние две карты на сегодня. Никуда.